Всем привет! Сегодня у нас на ремонте смарт-бук 133s Prestige. Это типа ноутбука, но здесь процессор с пассивным охлаждением без вентилятора типа Intel. Какой-нибудь Atom, наверное. Какой здесь процессор-то? А, Intel Celeron даже, нифига себе. Чего у нас здесь еще? Экран 13 3 дюйма, SSD можно поставить до 512, но сейчас он здесь не стоит. Легкий 1-3 кг аккумулятор Windows 10 Pro. Так, продолжаем. В чем проблема ноутбука? Здесь оторвало петлю, с левой стороны вырвало два крепления. Винтик тут улетел, надеюсь, ничего не замкнул. Я аккумулятор отстегнул. Разбирается он, в принципе, легко. Сзади крышка отворачивается просто и снимается. Правда, винтики разные, где места крепления пошире, а здесь, по-моему, поуже в остальных местах. Отключаем первым делом аккумулятор. Даже отключилась антенна, видимо, Wi-Fi и шлейф дисплея. Вот здесь он крепился на четырех винтиках. Два крепления оторвало, но, в принципе, еще два крепления осталось. Они металлические. Их уже оторвать сложно. Поэтому попробуем на двух креплениях оставить. Может быть, этого будет достаточно, что в этом месте на четырех винтиках... Эти, кстати, тоже развернулись. Я их чуть-чуть подтянул. Видимо, разбалтываются со временем. Когда-то то-сюда открываешь. Здесь два, здесь два. А здесь, соответственно, если мы здесь поставим... С ней еще вот такая штучка идет. Типа пластиковые заглушки ее поставим. Может быть, будет и на двух держаться. Вот еще штука шла. Не знаю, что из этого получится. Может быть, этого будет достаточно. Вот, кстати, разъем под M.2 диск до 512. Если его поставить, в принципе, полноценный комп. Там же здесь Windows 10 Pro стоит. Здесь вот USB 3.0. Micro HDMI есть. С той стороны тоже... Здесь, по-моему, microSD. И еще... Здесь, по-моему, еще один USB. Разъем в зарядке, но потом посмотрим. Аккумулятор на 5000 мА. Хотя здесь написано было, что вроде на 7. Глядь, 7,4 В написано на 7,4 В. Аккумулятор большей части ноутбука занимает. А вот это всего лишь платка. Ну, плюс шлейфом с другой платкой соединено. Вот. Ладно, сейчас завернем эти две фигни. Поставим заглушки пластиковые. Посмотрим, будет ли достаточно. Потому что обычно я делаю насквозь. Но здесь насквозь как бы не особо сделаешь. Потому что, во-первых, экран, наверное, не будет нормально закрываться. Хотя здесь вроде бы пластик. Может быть, и не будет мешать. Если я сделаю винтиками в эту сторону. Но здесь металл. Я никак не сделаю. Даже если делать короткую. Наверное, будет упираться фигнит. Попробуем пока минимальными силами. Так, завернул эти два винтика. Подобрал по размеру. Потому что те куда-то, наверное, влетели. В этих двух местах так ничего нет. Я здесь смазал маслом. Чтобы петля лучше ходила. С этой стороны не стала расслаблять, смазывать. Пока работает, лучше не трогать. Вот. Сейчас вот закроем вот этой заглушкой. И сверху, наверное, еще клеем под клею. Чтобы она там держалась. И сверху поставим крышку. Вроде бы я пробовал открывать-закрывать нормально. Сейчас еще попробуем. Так, все завернул. Включил. Вроде включается. То есть ничего не повредилось вроде бы винтиком. На левой стороне хотел показать, точнее на правой, что там тоже USB находится. Тоже 3.0. Под наушники еще разъем есть. Зарядника у меня нет, поэтому только от аккумулятора включится. В общем, в принципе, можно заканчивать ремонт. В общем, я не говорил.